Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Бешалах, понедельник. Наша недельная глава дает детальное описание мана, пищи, которая по воле Всевышнего посылалась в небес на землю в течение 40 лет. И ман – это великая милость Всевышнего, непростое испытание. Сказал Господь Маше, вот я посылаю вам хлеб с небес, и будет выходить народ и собирать ежедневно. Нам рассказывается в Трактрате Йома о том, что праведник находил ман прямо у входа в шатер. Другим людям, чем духовный уровень был ниже, надо было искать его за пределами стана там. А грешники вообще должны были блуждать, чтобы найти много сил, потратив на его поиски. Таким образом, человек имел ясное понимание своего истинного положения, существовал показатель близости к Творцу, и все это видели. Кроме того, ман выпадал только в необходимом количестве, и им нельзя было запастись вовремя. Понимаете, какая жуткая ситуация? Человек мнит из себя великого праведника, а тут все видят на глазах, что ему надо идти и идти. То есть это ужасная вещь, которая разрывала человека изнутри. Сейчас все мы попробуем объяснить. Равин Лейбович Машгек Ешиумир в своей книге Даттара говорил следующее. Прочитав внимательно то, что все сказано о мане, мы должны иметь в виду, что ман со всеми связанными с ним чудесами, это прообраз хлеба всех поколений, включая наш по сегодняшний день. Разница в том, что явные чудеса происходили с маном, происходят с обычным хлебом скрыто. То есть когда попадал ман, все видели, о, с неба, а когда ты получаешь там какую-то зарплату или где-то зарабатываешь, или к тебе приходит какая-то прибыль, мы все думаем, что это вот мы, мы, или тот, или я. На самом деле это такой же ман. Роль мана прежде всего в том, чтобы показать всем, что питаясь хлебом, человек живет в воле Всевышнего, облаченный в хлеб, а не материальной оболочкой. Потому что сказано, я питал тебя маном, чтобы сообщить, что не одним лишь хлебом живет человек, но всем исходящим из уст Господа живет человек. Это и просто, и хорошо. Все, что нам дается, все, что мы получаем, мы получаем по решению неба. Нам кажется, что это наши старания, нам все, все это нам кажется. Есть еще одна, другая основа. Мы находим в словах, не было избытка, у собравших много, и у собравших мало нехватки. О чем здесь разговор? Богатство не является прямым следствием стараний человека. Заработок не зависит от того, сколько ты вложишь в труда. Все в силу решения неба. Да, это так, хочешь ты или не хочешь. Сказано в Торе. И сказал им Маше, пусть никто не оставляет от мана до утра. И не послушались Маше, и зачервил, и испортилось. Многие люди, желая обеспечить свой завтрашний день, экономят деньги, скупятся в расходах на сегодняшний день. И это несмотря на то, что когда приходит время использовать сэкономленные средства, оказывается, что либо копилка пуста, либо человека нет. Значит, не в силах человека гарантировать свой завтрашний день. Человек не может обеспечить свое будущее. Только усилия исполнения воли неба в этом определяют успех человека. Написано, тот, кто питал тебя маном в пустыне, чтобы испытывать тебя. Все знают, что жизнь пошла на испытания. Сама наша жизнь испытания. Мы трудимся, зарабатываем на пропитание, растим детей непросто. Ничего не приходит само. Испытание состоит в том, что справляться с трудностями как можно лучше. Вот и все. А теперь представьте, наша жизнь другая. Только подарки. Все, что падает с неба, как ман в пустыне. Стали бы мы считать это испытанием. Напротив, мы бы сказали, что это благословение. Но Тора говорит обратное. Сказал Всевышний, не спошлю я хлеб с небес. И выйдет народ, чтобы я испытал его. Комендаторы Тора задают вопрос. А в чем что за испытание такое? Что может быть лучше и приятнее, чем получить с утра все? Все, прямо на пороге дома, каждый день. Это не испытание, это скорее благословение. Но если мы вспомним змея, которому Бог сказал, будешь есть прах. Прах есть везде. Без малейшего напряжения змей добывает себе пищу. Дело еще в том, что в человеком совсем иное. Что мы будем делать со свободным временем, когда нам ман будет падать только с неба? Что мы будем с ним делать? В книгах наших мудрецов, что одна из причин, почему люди, в отличие от птиц и животных, должны прилагать усилия для того, чтобы добывать себе пропитание, это необходимость властвовать над дурным началом. Если бы у нас было слишком много времени свободно, мы бы не устояли перед ловушками. Каждый человек знает, что когда у него слишком много времени, начинает немножечко. А пока мы должны поддерживать себя и близких материально, или слишком заняты, или слишком устаем, чтобы гнаться за сомнительными удовольствиями. Это баланс неба, это тоже усталость, это тоже благословение неба, которое мы, к сожалению, не видим. Вы знаете, написано, что если у нас есть вера, мы можем быть уверены в том, что небо о нас позаботится. Только в том случае, если мы будем довольны тем, что у нас есть сегодня, и у нас не возникнет желания набрать побольше, как это делали люди во времена мана, спрятав ман на следующий день, а небо, говорит, он зачервивеет. С другой стороны, когда человек начинает пытаться гнаться за тем, что недостижимо, он начинает разрушать собственную жизнь ради жажды наживы, поскольку в заработке, который ему не предназначен с неба, нет маны небесной, а значит, все, что ему не положено, уйдет на врачей, на адвокатов, на неизвестно что. Мана-то была уникальная вещь, и сказал Бог, что соберите горшочек, и пусть поставят его, чтобы все поколения видели. Для чего? Чтобы каждый человек, приходя в храм, мог увидеть горшок с маном, и напомнить себе, что ничего не бывает по движению рук человека. Все с неба. И каждый, кто думает, что своей головой, своими какими-то там уникальными заработал, что сделал, все вранье. Человек зарабатывает только ман, только небо распределяет в роша шана, сколько он получит. Брахавы от слаха, и чтобы наш ман был постоянный и добрый, ну я бы сказал сладкий. Субтитры сделал DimaTorzok.